МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ого! Да, лабиринт. Какие воспоминания у вас с плакатом? Ну, тут даже столько не с плакатом, сколько с людьми с тем временем. Воспоминания. Какие все молодые. Ай-яй-яй-яй. И золотые были времена, когда можно было действительно играть музыку, которая лежала на душе, на твоей. Все, что выходило из тебя, можно было выплескивать. Я пою, но не для них. Я пою сейчас для вас. Может быть, в последний раз. Может быть, в последний раз. Самая большая волна этого рока в 90-х годах, я так считаю. Я даже могу далеко не хотеть пример привести. Даже те гранды, которые появились в 70-х, 80-х, там, Пин Флойд, все эти, Лед Зепплин, там, да, Ютуб. В 90-х было лучшее шоу Пин Флойд, правильно? Лучшее Ютуб, там, Зоу Ти Ви, там, лучшая Мадонна, если уже по псу там брать, там, да. Грэмми, все премии Грэмми позабрал в 90-х годах, все рокеры позабирали. Виктор Ринкевичус – музыкант, лидер легендарных могилевских рок-групп «Проект запрещен» и «Револьвер». Продолжает музыкальную карьеру в проекте Ринка. Музыка для меня именно в 90-х, она даже от старых этих всех рокеров, она была более крутая, более мелодичная, и они научились все играть, и все в 90-х выплеснули. После дождика в четверг стеклотонно... Рок-музыкантом себя называть нельзя. Владимир Хохлов – музыкант, звукорежиссер. В конце 80-х, начале 90-х работал на могилевских рок-фестивалях. Диалог, колейдоскоп, рок-съезд. Сейчас главный звукорежиссер Могилевской области. Старался всегда отойти от музыкальной составляющей, сценической, именно как актер, как исполнитель. Хотя, естественно, и музыкальное образование. Мне это было неинтересно. Мне было больше интересно звукорежиссура, работа с этими коллективами. Сначала был конвент, проезд запрещен. Вот мы играли в проезд запрещен, вот у вас там есть, наверное, на клипе, прогрессивный рок, как бы там, песни, понимаете, по 12 минут, ну, большие такие, длинные. Потом перешли там вот к револьверу, где было все это попроще, такой гитарный рок, да. Какой-то первый альбом мы сделали там, там, не знаю, там, там и бунжови даже было, и поп-рок там, и такое. Хотели чуть-чуть поближе к публике. И когда в 98-м мы развалились, ну, по причине, по определенной причине, кто-то выпивал, кто-то еще чего-то, не без этого. Вот мы, как Ринка, образовались, как мы. В принципе, мы и до этого уже с Сергеем Козыревым, Сергей Козырев, вот, как бы, пели какие-то песни и вот начали писать. Разве может птица не петь И на юг теплу не лететь И лежит без воды дельфин Без актера сниматься фильм И вот первые звуки, которые услышал, это был, как ни странно, Владимир Семенович Высоцкий. Хотя, что я мог понимать в том возрасте, но, однако, вот меня потряс его голос, его песни. Александр Сташкевич, музыкант, в прошлом лидер рок-группы «Маленькие трагедии», сейчас играет в коллективе «Барон Мюнхгаузен», который организовал в 2006 году. Вообще-то, я занимался футболом очень серьезно. Я заканчивал даже наш спецкласс по футболу и мечтал о себе по меньшей мере видеть в нашем Могилевском Днепре. В русскоязычном уроке, конечно, тексты имеют доминирующую роль, безусловно, конечно. Ну, тогда, естественно, были помоложе, были поактивнее, были позлее, поэтому и тексты были, соответственно, более злыми. Кроме того, опять же, элементы эротики присутствовали и так далее, такие песни, как «Эммануэль» и прочее. Сейчас, конечно, текст уже, вероятно, я смею надеяться, более зрелый, более философский, более глубокий, но, по крайней мере, я к этому стремлюсь. Узлом, взорваный мир, так и есть все горстями его. Только опять бренный мир, только опять броню. Только броню и обман, только опять снимаю, и поднимаю стакан «За воскрешение твое». Возникали очень интересные звуки, которых доселе не было. Каждый что-то придумывал, потому что были самодельные гитары, самодельные примочки к ним, все эти гитарные комбики, которые собирались в подвале где-нибудь. Хорошо, если дача у кого-то была, можно было выпилить лобзиком вручную, попадался какой-нибудь интересный агрегат, типа маршала или пивия бандита. Разбирали его, снимали размеры, смотрели краску, диффузор изучали, динамика, начинку всю электронику. Потом, естественно, самодельным путем, как в всех мультфильмах добрых старых, самоделкины паяли. Ну и скажу, что получалось довольно неплохо. Все время хотелось чего-то такого очень профессионального. Мы всегда играли серьезную музыку. Как говорили некоторые, музыка для музыкантов. Ну, тоже же кто-то джаз слушает, кто-то это для подготовленных людей, можно так сказать. В лучшем случае это был бобинный магнитофон. Если это СТМ был, это была просто победа. СТМ мы тогда были, по-моему, только на телевидении стоял СТМ, но там стол неподъемный. А переносной СТМ был в театре кукол. Кстати, с телевидения сперли этот СТМ. Этот СТМ у нас был магнитофон, да. Бобинных парамагнитофонов таких этих, высшего качества, Олимп или что-то такое. И кассетники, они только начали входить. И вот мы на таком студийном деле попереписали весь могилет. Я религия, я сплошной рок-н-ролл. До боли уверен, до боли сплочен. Ты просто веришь и идешь напролом. Давай же больше огня, сгорая искрой досла. Гитара, плачь на двор. Делай свой умной. Делай свой рок-н-ролл. Вернуться к тому же лабиринту, что вы принесли, да. Спасибо большое. Вот не будем брать Валеру Еремину, это неординарная личность, а вот того же бас-гитариста, Володю Чиру. Ну, это же прекрасный музыкант. Это один из первых. Вот у нас был еще Ипполит такой, Сережа Ипполитов, Царство ему небесное. И он. Это два человека, в принципе, в городе. И Сережа Коноплев, не хочу обидеть, извиняюсь. Которые действительно владели инструментом, владели первые слэпы были, гитарные. Не сказал бы, что групп было очень много в Могилеве в то время, на самом деле. Сейчас их гораздо больше, по статистике, скажем так. И с концертами было очень тяжело. То есть организовать какой-то концерт стоило очень больших усилий. То есть надо было согласовать с верхами, пройти литовку, и так далее, текстов. Поэтому если в год удавалось сделать два-три концерта совместных, совместными усилиями, это было замечательно. Довольно сложно было с залами. Потому что арендовать, как такового понятия, ну, не было тогда. Где-то договаривались что-то, чего-то, кому-то за что-то выменивали. Или же делали какую-то работу, условно говоря, нам разрешали в этом зале репетировать. Как в школах залы снимали, в техникумах. За свое время мы навыступались столько, написались, что наелись этого. И, понимаете, 90-е годы. Энтузиазм. На все энтузиазм. Вот, я помню, посмотрим программу «Рок Макс», тогда такая была программа, знаете, по телевизору. По 20 минут там показывали каких-то крутых этих всех пинфлойдов, по Маккартне. Послушаем и бегом на репетицию. Знаешь, некоторые кидают эти инструменты, как это после звезд. А у нас, наоборот, это стимулы. Мы наслушаемся, прибежим. Там у нас точка такая в машинке была. Мы там были крутые в машинке сидели. Аппарат 10 киловатт. Включали это все. И у нас репетиция как концерт была. С телевидением договориться было раньше крайне сложно. Единственное, кто приезжал снимать-то белорусское телевидение, на Могилевском-то практически аппаратуры не было. И то снимали на конкурс «Красные гвоздики», как сейчас помню. Это была добрая традиция. Несколько лет подряд в этом зале были серьезные рок-фестивали. Приезжали команды. Даже самая группа Гумера Грабса из Эстонии. В принципе, метровая команда считалась. Тяжелый такой, хороший рок был, настоящий у нее. Была группа «Алиби», незаслуженно забытой, считаю. Хотя ее тексты я до сих пор где-то слышу в ротациях родильных. Они идут, тексты их песен. То, что они созвучны с текстами Романова, Никольского. То есть там музыка, которая шла из души. Вечеринка была и Шевчук Юра, и Лицо, прямо на кухне. Здесь, в Могилеве, сидели и пели песни. Где-то записи эти остались. Пришел, как раз прошла вот эта волна так называемого... Так называемый попсей российский. Как-то ласковый май, миражи, комбинации. Вот они, в принципе, медным тазом все и накрыли. Весь этот рок-н-ролл. И, по сути, был такой период, когда резко все лабиринты, постояло двор прекратили, по сути, свое существование. Потому что подростки просто поменялись буквально за... То есть их приоритеты поменялись буквально за две недели. Признание Москвы, Питера, наверное, вряд ли. Скорее всего, все-таки это было самовыражение. Выплеск своих эмоций каких-то. Опять же, чтобы тебя заметили, но заметили для чего? Чтобы ты мог продолжать свой рост музыкальный. А сейчас все подряд. Обязательно в альбоме есть какая-нибудь композиция типа арт-роковая. А так попроще. Гитарный рок, что мы любим. Rolling Stones, на чем воспитывались, то и делаем. Казалось, достиг я цели, и вроде бы должен летать. Но где же беспечный всадник, и где ж волшебная гладь? Меня ненавидят дома, здесь все-таки что-то не так. Хочу я видеть дорогу, а остальные, а остальные, а остальные на приват. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова